МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выплата пенсии, працеванное законодавство, земельные спрыжки, доброупорядкование. Сегодня Геннадий Соловей провел особистый прием громадян. До старшиня был в оконкам, а со своими проблемными, житевыми ситуациями пришли 8 человек. Диалоги отримались достаточно простыми, но выниковыми. Кожного Геннадия Соловей уважливо выслухал и, разом с представниками ответственных службов, вызначил шляхи и выражения хваливающих людей питания. Марина Джалая с подробностями. Одразу означаем, что все питания, с которыми до Геннадия Соловья звертались люди, уже не раз разглядались компетентными службами. На их были дадены аргументованные законодавчо-мотивованные отказы. И все ж таки, граждане вырешили скористаться махчимостью трапить на особистый прием до старшиня Аблова-Конкама. Увы, не к участку питания о померковании Геннадия Соловья можно будет вырешить. Остатнее просто еще раз подробно расслумачить. Так, сирот звернувшихся жихарка Гомельской улицы Мичурына, пытание тычилося будовництва канализации на этой и суседней верхней улице с притягнением державного финансования. Але иснуе указ президента, по яким затраты на такие работы повинны брать на себе сами жихары. Зараз для 65 домовладания двух улиц распрацованный проект. Згодно ему, кожная семья за будовництво канализации повинна заплатить приблизно по 6 тысяч рублей. Так как это уже давнишняя существующая жилая застройка, то там, соответственно, строительство сети определяется этим указом, которым предусмотрено, что строительство может осуществляться из различных источников, как средства организации эксплуатирующих, обслуживающих сети водопроводно-кондиционного хозяйства, так и кредитные ресурсы, какие другие незапрещенные законодательством ресурсы. Но самый главный принцип, что с гражданами, которые изъявляют желание, заключаются договора на возмещение, определяется количество подключаемых граждан, соответственно, строятся сети. И после этого в течение года граждане возмещают равнодалевыми долями по фактическим затратам стоимость этих сетей и, соответственно, подключение к ним. В процессе особистого приема Геннадь Соловей пропоновал знайсти махчимость допомогти финансовым людям и частково выконать работы за бюджетные сроки. Были детально изучать указ. В течение недели я проговорю. Я проговорю. Еще один гамельшанин потребовал одновить статус ликвидатора наступства на Чарнобыльской АЭС и повысить в связи с этим пенсию. По мерковании служб, в которой обладают ситуацией, такого права гамельшанин не мая. На проблемы с наличением пенсии Геннадию Соловью скарделась и громадянка, якая некольких годов отсутствовала в Беларуси, а повертание отмовилось сгаджаться с принятыми по ЯЕ выплатах решениями. Так само сирот пытанию раздел земельного участка помеж неколькими уластниками будинка былого детячего сада. Вам поручено две недели. Соберите, позовите, посадите их за стол переговоров и найдите консенсус. Усе пытания будут разгляджены в ближайшие дни. С решениями по каждым службы ознайомят губернатора и затем грамадян. До речи, по одним со зворотов на месяц довелось выезжать после завершения властного приема. До губернатора пришла инициативная группа за непокойной, неприемным пахом побачь с предприемством Гомельшпалеры. Кінець Соловей дал доручение одразу разобраться у ситуации. Принаджала Валерия Гопанько, телерадо и компания «Гомель». Предприемство Гомельшпалеры рахтуется до запуску новой вытворчасти. На протягу двух тынів тут и шли пусконаладочные работы. Зараз специалисты приступили до выпробований, на які по нормативах отведено трое суток. За этот час усе службы, от техничных до санитарных, проверять ответственность вытворчасти необходным параметрам. Коли за уваг не будя, худка предприемства приступить до промыслового выпуска виниловых шпалер. Наши корреспонденты так само назирали за его подрыхтовкой до старту. Никто на Гомельшпалерах не утоевая. Ранее и саправды вакул завода распаусюджывался неприемный пах. Але после набытя газоочисшальные плазмокаталитичные установки ситуация изменилась. Поветро больше не будя, наполнено неприемными пахами. И все ж таки Гомельшаня, які пришли на приемды, янаде Соловья, ствержали, что дыхать побач с предприемством у опушні шэс знову стала тяжка и неприемна. Кабы одразу разобраться, чым пахне проблема, чиновники, простойники санитарных службов, громадяни, журналисты пройшлися по предприемстве и пагутарали з яго керауніством и партнерами, які займаються пусконаладкой. На сегодняшний день проводится двумя лабораториями контроль выбросов как на источнике непосредственно из газоочной установки, так и на санитарно-защитной зоне, то есть на прилегающей территории предприятию. А вот как вы считаете, обоснованы ли претензии, инициативные? Эти претензии были обоснованы до того, как мы закупили и поставили данное оборудование. После того, как мы купили это оборудование, в тот период, когда мы проводили пусконаладочные работы, оно показалось очень эффективным, то есть отсутствуют все те негативные факторы, они отсутствуют, это и запах, дым и шум. Пусконаладочные работы проводят разом с представниками российской компании. Вытворцы газоочисшального обсталявания. На этот процесс отведено 72 годины. Затым вытники лягут на стол до губернатора. После шага, когда все будет ответить нормам, линия по выпуску виниловых шпалер выйдет на вытворшую могутность. В данный момент пусконаладочные работы завершены, оборудование уже в непрерывном процессе работает двое суток. Пусконаладка у нас длилась порядка двух недель. Были определенные нюансы для синхронизации с технологической линией, для объединения тепловых потоков. Ну, свои специфичные моменты, потому что линия работает непрерывно, оборудование технологически сложное, процесс технологически сложный. Что тыжится паху, на який у своем звороте до губернатора скардзелся члены инициативной группы Гамильшан, то такие моменты саправды есть. Это особливости пуска наладочных работ, коли проверялись разные режимы працы линии. При фиксовании паху работы спинялись, и проводилась додатковая регулировка обсталявания. Мы все же делаем общее дело. Я думаю, что ситуация будет на контроле, и, возможно, даже несколько шире этого производства, поскольку все, что связано с полихлорвинилами, производствами, оно все представляет очень большую опасность. Ну, дай Бог, чтобы все это работало надежно. Газа-шищальная плазмокаталитичная установка российской вытворчасти дозволить значительно снизить выкиды у атмосферное поветро и одновить прасу припыненной линии виниловой продукции. Основная мета-инвестпроекта – выпуск полного спектру шпалер от бюджетных вариантов до премиум-класса. При выходе установленного обсталявания на полную могутность рентабельность продукции складе каля 15-20%. Марина Джалая, Вольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телераду, компания «Гомель». Обязанный мост Прост-Днепр у Рогачёва были готовы. Будовникам засталось смонтировать опошни-речесчевый пролет. Уся конструкция металличная. После сборки на березе их аккуратно сбирают над ракой по новой технологии. Сверху кладется асфальт. До ужиня пролетного будинка 300 метров, в которых отримают 9 опор. Будовники працуют у стиснутой термины. Это участок республиканской трассы. Рух тут обязают открыть уже госной. Обязанный мост излучшить больше, как 200 вёсок. Пополам на два бироги. Погода немножко сыграла на руки. Нет такого сильного крепкого мороза и снега, снегопадок, чтобы, конечно, замедлили темпы. Работы организованы в две смены. Работаем круглосуточно по 12 часов с 8 до 8. Как бы тяжело, но тоже есть оборудованные места для обогрева, питания. Все силы и ресурсы приложены тому, чтобы быстрее вовремя это сдать объект. Надзвучай теплая для зимы надворья сприяет темпам работ. Нема вымышленных припынков. Часовое сбудование заменит иснуючую городскую переправу, якую признали аварийной и худко демонтуют. Машины по её пакуль пропускают. На её месте за два года узвядуть новый автомобильный мост. Это будет уникальный будинок в выгляде вантовой арки с архитектурными формами. Захавать историю для насчетка у агрогородку Насович Добружского района працует один из лепших музеев установок дукации историко-этнографичный. Инициатор его створения Виктор Серпиков, педагог с полвековым стажем. Дякуючи его намагания, музей протягивает пополняться новыми экспонатами и сегодня наличивает больше, чем 3000 самых разностранных предметов. Историко-этнографичный музей у Насовичской школы был створен больше за 400 года тому. Сначала он займал невеликую площадку. После, с заявлением новых предметов, начал пошираться. Автор идеи наставник белорусской мовы Виктор Серпиков. По этот день разом со своими вушнями наставник подорожничая по разностранных вёсках. С этих поездок привозят стародавние инструменты, национальные костюмы, предметы, что дённого побыту. Зараз в шатерох музейных экспозициях больше, чем 3000 экспонатов. Музей протягивает развиваться и дякуючи былым вушням. Многие из ты, кто покинул Насовицкую школу десять годы тому, ещё недопомагают с новыми экспонатами. Литерально учёры у меня был вушень, ему уже 50 в лишнем год, сказал, у меня есть немецкая каска, принесем в музей. Задавание прямому, мне такое немаёшь. Музей дети любят, разумеется, вот былые вушни. Проходит Виктор Петрович, можно что-то по истории носить, студенты пытаются, но мне же не шкода, приносит флешку, я скину материалы, ласка, користайтесь. Особная экспозиция музея присвечена наступством катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Тут архивные документы, фотографии, карты отселенных вёсок. Дарыши Миновита у Насовицших, одним из первших, допомогли же харам с потерпелых территорий. В своё время, после взрыва, после Чарнобыльской трагедии, Насовицы принялись свыше ста семей. Для них были обустроены коттеджи, которые существуют сейчас, они живут там. Вот здесь фотографии в основном всех переселенцев, которые к нам переселились. Хозяйство их приняло, дали работу, обеспечили всем необходимым. Историю родной земли треба ведать и ставиться ДАЕ с повагой. Миновиток гэта за всё дымкнулся до нести до своих вушню, Виктор Серпиков. Про гэта юнка же и сёння уже новому поколению навученцев подчас экскурсии в музей. Школьники уважливо слухают и добрознаёмый школьный музей о поведе Виктора Серпикова, раптом открывая перед ними нечто новое. Работа сделана обширная, и поэтому она помогает нам в воспитании патриотических чувств ребят, ну и уважение любви к своей малой родине, к её труженикам, к земле. Сярод музея установил эдукации Гомельской в области на Советске лечится одним из лепших. И он ни одной, чем займал призовые места в разностайных конкурсах. И гэта не выпадкова, бо его развитие с оправдой укладывали душу. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель, Добрушский район. На бульваре Дружбы у Мазары з'явилась незвычайная дробляная инсталляция. Земли торчать пять пальцев. Автор композиции Разбяр Александр Жанько растумачил, что гэта бярых древ у новым сквере. Фотоинсталляции трапила за одной социальной сетки, у иншую з'явилась на разных сайтах. А под здымком сотни комментариев. Меркование людей категорично подзялились. Одни выказывали одобрение незвычайному арт-объекту, иншие казали про его недоречность. Минулое в осень у сквер высадили работники Лязгаса. А кроме того, территорию прихожили малыми архитектурными формами. На двух соу, волка, казочные лавки и браму горожане, здаецца, зусім не звертают уваги. Уся я напрыкована до дравляных пальцев. Автор инсталляции признаецца, что не чекал такой бурной реакции. Неприятно, конечно, слышать мой адрес. Комментарии разные. Но дело в том, что создание этой, как вы видите, руки есть просто храм, есть храм науки, а есть природный храм, который я назвал руки, которые тянутся, оберегают наш лес. Разбер закликая людей не быть такими нетерпливыми. Процесс еще не завершено. Пальцы обереха зробят каратей. Нижняя частка зарастет травой. В акул вырастут и зазеленеют древы. Головная композиция дочекалась объяснена. Имиджевый покой МНС открылся в районной больнице Будок Кошалева. Под его двали место в детской консультации. Стены пригоживают популярные персонажи мультфильма «Чаровная книга». В помешканне есть модели воротовальной техники, тематичные пазлы, буклеты и брошюры, размалеки и многое инше. На установленном компьютере можно не только поглядеть корыстные виды фильмы, но и пройти тесты по беспеции. Основная мета-створение имиджевой зоны в гульновой форме научает детей правильным действиям при надзвучайных ситуациях. Так само покои ориентованы на профилактику травматизму и гибели детей от внешних причин и формирование культуры беспечных поводинов у маленьких граждан. В Гомельском филиале Университета гражданской обороны МНС отбылся областный этап интеллектуальной гульни «Брейн-рынх». С побожницей собрали 8 команд юных воротовальников пожарных. Пытания для гульцов утычили себя спеки житседейности, историчных фактов, связанных с пожарной службой разных краин и найновших распроцовок аварийно-воротовальних подразделений. По выниках ГУНИ максимальную колькость баллов набрала команда лицея МНС, которая удельничала поза конкурсом. Третье место заняла команда середней школы номер один Петраковского района над другим юные воротовальники с девятой Гомельской школы. А золото у команды У Гомель прибудет православная святыня, образ святителя Филарета Московского с частицей его моща. Сустреша отбудется у неделю, 9 лютого, у 8.30 в храме святителя Луки Крымского по улице Лизюковых, 5. На протягу дня пройдут святочные набаженствы. У 9.01 Боская литургия, затем молебны святители Филарету и Акафист. Реликвия прибудет у храм на постоянное заховывание. Митрополит Московский Филарет выбитный богослов 19-го стагодя. 46 годов изначально в Русскую Православную Церкву. Его мощ з'являются головной святыней храма Христа Збавителя у Москве. Это и иншая новина. Информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Усяго доброго. Сачайте за эфиром. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Спланировал ограбление, да, прогадал с целью. Гомельчанин помог пенсионеру дойти до квартиры, а потом вырвал у него сумку и сбежал. В присвоенной поклаже ничего ценного не оказалось. Дело было днем. 83-летний мужчина возвращался из магазина. К нему подошел незнакомец и предложил помочь дойти до дома. Тот согласился. Когда мужчины поднялись в квартире, пенсионер попытался достать ключи из сумки. В этот момент незнакомец выхватил чужое имущество и убежал. Сотрудники милиции, которым обратился пострадавший, оперативно среагировали и уже вечером грабителя задержали. Им оказался 53-летний гомельчанин. В украденной сумке он нашел лишь ключи и конфеты, поэтому выкинул ее вместе с содержимым. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Два дорожно-транспортных происшествия с участием произошли на крупных трассах региона. Есть жертвы. Так, в Реческом районе 47-летний водитель за рулем Сеата Толеда ехал со стороны Калинковичей по автодороге М10 граница Российской Федерации Гомель-Кобрин. При встречном разъезде машина сбила велосипедиста, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении. Пострадавшего госпитализировали. Второе ДТП произошло в Рогачевском районе на трассе М5 Минск-Гомель. Водитель Рено Меган 31-летний Минчанин ехал в направлении нашего областного центра в крайней левой полосе. При переезде пешеходного перехода мужчина не заметил велосипедиста, который переходил дорогу и сбил его. Пострадавший скончался на месте ДТП. Госавтоинспекция ведет поиск очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло ночью 4 января в Гомеле на пересечении улиц Барыкина и Украинской. Тогда водитель автомобиля Митсубиси Галант насмерть сбил пешехода. Граждан, просят сообщить в ГАИ по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Это все новости к этому часу. С происшествиями знакомил Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомель проходят первые туры республиканской спартакиады детско-юношеских спортивных школ по гандболу. Соревнуются девочки в возрасте 15 лет и моложе. На паркете дворца игровых видов спорта за победу борются 9 команд. Две из них представляют Гомель. Это воспитанницы Центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта и Дю США номер 10. Максимального представительства достичь не удалось. Не приехали в Гомель представители Витебской области. На предварительном этапе команды разделены на две группы. Призовые места спорят в стыковых поединках. После двух игровых дней уже определились фавориты. Если смотреть по результатам первых двух дней соревнований, то явными лидерами являются команды Арсуара города Минска, команда Гродно и команда Одесской спортивной школы номер 10 города Гомеля. Именно они в последний день разыграют призовые места. Победители и призеры первого тура спортакиады Дюс США станут известны 7 февраля. Второй тур состоится осенью. В Молодечно завершилось молодежное первенство Беларуси по боксу. Состязали спортсмены 2002-2003 годов рождения. В активе спортсменов из Гомельской области 18 наград. Победительницами турнира стали гомельчанки Екатерина Езерская и Юлия Бутилина, а также мазырианка Татьяна Жданова. Кроме того, в активе девушек из нашего региона три серебряные и три бронзовые награды. У парней также три золота. Виталий Старинский, Александр Каревский и Виталий Астанин победили в своих весовых категориях. Также завоевано два серебра и три бронзы. Воспитанники с Дюшоргом Сельмаш выиграли командное первенство республиканской спартакиады Дю США по настольному теннису, которое завершилось в Гомеле. В состязаниях юношей на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Максим Ляхов и Никан Шутов. Также ребята победили в парных состязаниях личного первенства. Кроме того, у Ляхова золотая награда в смешанном парном разряде. В Гомельском областном центре Олимпийского резерва по теннису завершился турнир памяти Альберта Шагиняна среди спортсменов до 14 и 16 лет. В младшей возрастной категории Владиславы Фоминой золотые награды в одиночном и парном разрядах. Подобный дубль и у Всеволода Цхая. У юношей до 16 лет победил Алексей Хомротов, у девушек Дарья Сибелева. Также она стала первой и в парном разряде. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok